Всем доброго времени суток! Меня зовут Шура, азиатского контентолюбитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. Наконец-то добралась я до реакции на группу Warner. Группа из пяти человек, дебютировали они в 2019 году в агентстве VT Entertainment. Я, если честно, с ними познакомилась в 2021 году, и на тот момент у них уже как-то ослабла динамика выхода камбэков. И вообще, в целом, дискография мне не то чтобы очень сильно у них нравилась, но, вы знаете, чувствовала я в них какой-то потенциал. Сначала возникали вопросы, где их нормальные камбэки, потому что выходила у них какая-то, мягко говоря, ваниль невкусная. Вот, а потом, собственно, с годами вообще вопрос возник, а где их камбэки. И в 2023 году они появляются на шоу Peak Time. Кто смотрел, знает, что это за шоу, кто не смотрел. Это шоу, грубо говоря, где собрались какие-то старые, очень забытые группы. Какие-то, ну, не совсем прям так забытые, ну, когда-то бывшие на каком-то пике, но потом все-таки забытые. Группы, недавно дебютировавшие, но у которых на момент дебюта и на вот их последующие камбэки как-то вот от пика славы не приходилось. В общем, грубо говоря, шоу второго шанса, можно так сказать. Вот, и на этом шоу эти ребятишки пришли и рассказали свою историю, почему у них не было камбэков и что вообще с ними происходило все то время, когда они где-то пропадали. История душесчипательная, я рассказывать ничего не буду, кто знает, тот знает, кто не знает, идите посмотрите шоу, потому что шоу действительно стоит посмотреть. Очень мое, в принципе, самое любимое, наверное, за 2023 год. И не буду говорить, собственно, какое место они там заняли, если вы вдруг не смотрели, чтобы не было спойлером. Вот. И в 2023 году, после того, как закончилось это шоу, они подписывают контракт с агентством Clap Entertainment. Вот. И уже на сегодняшний день, получается, они после этого шоу выпустили уже два мини-альбома. Собственно, заглавку вот этого второго мини-альбома, который вышел после завершения шоу, мы с вами будем реагировать. Мини-альбом называется Capture the Flag, и мы будем смотреть клип на заглавный трек Jackpot. Вот. Что ж, я надеюсь, ребятишки не подведут. Давайте же приступать к просмотрам. Хана. Мой любимый мембер здесь Гон. Вот этот товарищ. У них и вокалисты офигенные, и рэперы замечательные, и танцуют они хорошо все, естественно. Да, у них товарищ есть один. Вот. И успела показать. Это что за... Никко-никко-никло-ни было. Вот он Ну, сейчас вы услышите его вокал Голос, точнее, тембр Низенько Какие-то мужчины Европейской внешности Его голос тут прям вообще отлично вписывается Вот на ту строчечку Что происходит? Зачем это? Все, короче, раздерутся сами между собой Из-за баблишка Кажа у них уже было в одном треке Собственно, с того трека я и начала ими интересоваться Форм называется Хук запоминающийся, кстати, что хорошо Для попсовой песни Слушайте, мне понравилось Не то, чтобы прям это Высший пилотаж Но Если брать Именно заглавки После шоу Пиктайм То это мне нравится больше, чем предыдущее Перфумер У них, по-моему, предыдущая была Она тоже классная Но вот это вот лучше звучит Да Классно 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 Глядишь, наконец-таки Будут давать нормальный репертуар Где они полностью будут раскрываться Потому что то, что у них было раньше Это, конечно, блин Без слез не взглянешь И то Даже вот та песня Давайте я сразу выведу Свои любимые песни От этой группы Вот Песня Форм Первая В их дискографии Которую я увидела Она с точки зрения Сведения Ну прям плохая Прям слышно Что ее как-то Ну вот Не совсем Профессионалы своего дела Что ли делали Они ее даже Перевыпустили Потом вот как раз таки В прошлогоднем Мини-альбоме То есть они ей Пересведение Грубо говоря Сделали Потому что Ну объективно Она прям вот Плохенькая Микшинг Ну короче Какая-то она Стремненькая была При всем при том Что песня Сама была классная То есть если бы Изначально Мне кажется Ее хорошо Спродюсировали Именно Звукорежиссер Со звукорежиссерской Странно Короче вы поняли То мне кажется Возможно Они бы тогда И побольше Стрельнули Но вот она Какая-то короче Сырая была На тот момент Вот Ну а они мне тогда С этой песней Очень сильно понравились Клип как будто бы На коленке Был сделан Вот Ну видно было Что прям С бюджетом У агентства Очень все плохо Но парни Перспективные Это прям Сто процентов Вот И прям Без слез Не взглянуть Было на их Дальнейший репертуар Который им давали Думаю Ну что такое Ну такие классные пацаны Ну а их же топят Вот этим вот Концептом неинтересным Этими песнями Скучными Вот Хотя говорю У них рэперы классные Танцоры классные Вокалисты вообще Офигенные Вот И наконец-то Глядишь и будет На их улице счастье Вот А мы сейчас Что делаем Ну точнее я Ну и вы тоже Вместе со мной за компанию Идем на Бусти Смотреть Как я слушаю Бейсайды Из этого альбома Вот Хочу послушать Что у них там Еще помимо заглавки Вкусненького Можно утащить В плейлист Себе Вот Если подписаны на Бусти Прям бегите Прямо сейчас смотреть Уже все лежит А если не подписаны Ссылочка В описании Для кого лежит Угу Нажимаем Топаем Подписываемся Смотрим Эксклюзивный контент Вот Что ж А на этом собственно все Всем спасибо что смотрели Пишите в комментариях Как вам Пишите в комментарии Вот Ай Рада за пацанов Рада Рада Хотя блин Пять человек Надо уже выучить Их что ли А то Блин Чем меньше людей В группе Чем почему-то Мне сложнее Они запоминаются Вот На этом собственно все Всем спасибо что смотрели Поблагодарим Моих адапокадовых Спонсоров Чуть не забыла И пока пока Субтитры сделал DimaTorzok